Насвистывая почти как колыбельную, Елизавета Пелогенко успокаивает коня по кличке Магистр. Английский чистокровный жеребец свою спортивную карьеру начал в два года. Сейчас ему 10. Он призер по гладким скачкам. Сегодня сложное испытание. Предстоит преодолеть дистанцию 40 километров. Он бегает с удовольствием, скажем так. Ему это нравится, и он бежит, у него импульс бежать. Мы сегодня настроены на победу, и он, безусловно, тоже готов. Принять участие в республиканских соревнованиях по конным пробегам «Звезда Крыма» собрались 29 участников. Это весь Крым, даже есть команда из Казани. Здесь можно проверить не только искусство верховой езды, но и умение всадника правильно рассчитать физические возможности лошади на дистанции. Участники уже стартовали в трех дистанциях – 30, 40 и 80 километров. Маршрут проходит по живописным местам Добровской долины. Лошадиная формула-1. Иногда так в шутку называют конные пробеги. Между ними и в самом деле есть сходство. Дистанция делится на этапы, а после каждой фазы, как в пидстопе, лошадь окружает многочисленная команда поддержки. Снять седло, измерить пульс, облить лошадь водой на все 20 минут. Такие водные процедуры между этапами рассчитаны на восстановление пульса и дыхание лошади. Так она быстро приходит в норму. После успешно пройденного ветконтроля и заслуженного отдыха, всадник и жеребец могут смело продолжить пробег. Ну супер, хороший день, хорошая погода. Конный спорт должен развиваться в Крыму. Организаторы пробега – Федерация конного спорта Крыма и Администрация Симферопольского района. Крым – идеальное место для конного спорта, а пригород столицы богат площадками для таких соревнований. Республика Крым – это идеальное место для конного спорта. Ну и Симферопольский район, да, тоже здесь, особенно для дистанционных конных пробегов. Здесь предгорья, здесь горы, здесь достаточно интересные сложные трассы всадникам, лошадям, которые здесь показывают хороший результат. Они на равнинных, на российских соревнованиях показывают отличный результат. По итогам пробега квалификацию получит не только всадник, но и лошадь. А это, в свою очередь, открывает новые возможности на международном уровне. А еще Шулакова, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет.